Рука руку моет. После бегства из Херсона Кремль пытается соорудить совершенно идиотские бредни в духе ванильного гуманизма. То покаяние за ракету в Польше, то выдача пленного, который впоследствии был казнен молотом, то жестокий расстрел сдавшихся в плен российских солдат. В первом случае якобы принадлежащий Украине обломок является результатом массового террористического акта РФ. Во втором, Украина в принципе не может отвечать за судьбу тех, кто, будучи российским наемником, был в целости и сохранности передан РФ, а после казнен группой живодеров из криминальных кругов, вырвавшихся в силовую элиту. В третьем случае факта сдачи в плен не было, поскольку не были соблюдены этапы такой сдачи, а значит каждый из, лежащих на земле мордой в пол, еще не был военнопленным. Этим этапом обучают, чтобы гарантировать безопасность. Один-два твоих бойца занимают позицию перед будущим пятном первичной фильтрации пленных. Сдающимся разъясняют, выходишь с поднятыми руками, ложишься там-то, по очереди, пока не вызовут. Никто из бойцов не должен подходить к лежащим лицом вниз пленным. После того, как вышел последний, группа бойцов проверяет укрытие сдававшихся. Пленные лежат под прицелом все это время. После зачистки укрытия пленных по одному вызывают за линию огня бойцов, контролирующих пятно фильтрации. Обыскивают, связывают, усаживают за пятном. Грузят в транспорт плюс первичный допрос офицерам. Был всего лишь соблюден протокол безопасности, отрепетированный десятки раз. Это как ПДД, написано кровью. Тупо берешь и соблюдаешь. Кремль и его подстилки играют на два направления. Привлечение внимания Запада к псевдопреступлениям ВСУ и запугивание своих солдат, чтобы те не сдавались в плен, боясь расправы молотом или расстрела ВСУ. Путину нужна повторная мобилизация. Первый этап мобилизации, прошедший в несколько волн, оказался малоэффективным и не решил проблемы на фронте. Получилось, что мобилизационный потенциал подготавливал резервы, которыми латались уже существующие на фронте дыры, в результате чего итогом мобилизации является не изменение тенденции войны, а именно оно является целью мобилизации, а замедление продвижения ВСУ. То есть не произошел даже перелом от отступления к активному сдерживанию. И тем более не наметились дополнительных направлений, где расистские оккупанты претендуют на наступление со значимым продвижением вперед. Это значит, что у Путина есть два пути. Оставить нынешнюю ситуацию, когда подготовленные Россией резервы пытаются латать дыры на фронте, при этом темп утилизации данного военного потенциала существенно превышает скорость его подготовки. Начать новую волну более масштабной мобилизации, в результате которой мясо будут продолжать отправлять на фронт без подготовки, но уже такими темпами, что ВСУ не будет успевать весь фарш перемалывать пропорционально его потоку поступления на фронт. И если результатом первого пути станет гарантированный жест дохлой моли на юге и востоке, то во втором Кремль может даже попытаться наступать роем. Эффективность нового роя будет та же, что и у весенней саранчи, когда эра втратила столько ресурсов на продвижение вперед, что у нее их совершенно не осталось на оборону после фактического истощения наступательного потенциала, что мы с вами плодотворно обсуждали всю вторую фазу войны. У Кремля еще есть надежда на сотни шахедов, которые оказались достаточно примитивными штучками, работающими исключительно в комбинации с массовым залпом ракет, при этом полностью беззащитными перед сверхсовременной техникой времен конца Второй мировой войны по типу пулеметов. Так что вариант у Путина один – это лоббировать переговоры, чтобы скрыть под обрывками переговорных документов следы своей неминуемой капитуляции.